Добрый день! Рада вас приветствовать на нашей передаче «Погружение в информационную безопасность». И сегодня с вами вместе мы окунемся в омут моих прекрасных глаз. Шутка. Сегодня мы с вами поговорим о защищенности сетевого оборудования, а также о безопасности сети. Все мы знаем массу примеров, когда в нашей отрасли информационной безопасности колоссальные инвестиции вливались в раскрутку той или иной технологии. Из наиболее отдаленных примеров можно привести раскрутку ДЛП-решений. При этом такая активность имела неплохую отдачу на рынке. Из более приближенных – это технологии поведенческого анализа пользователей, но она, в свою очередь, растворилась в других решениях нашего нынешнего рынка информационной безопасности. А тема анализа защищенности сетевого оборудования и безопасности сети, о которой мы с вами сегодня поговорим, она родилась не в каких-то фантазиях маркетологов, а действительно явила собой конкретную и острую проблему. А экскурсоводами на глубоководных горизонтах сетевой безопасности сегодня станут Сергей Никитин, эксперт компании «Газонформсервис» и Павел Луцик, эксперт компании «Крок». Дорогие гости, я предлагаю начать наше знакомство с небольшого блиц-опроса. Я вас попрошу отвечать на вопросы четко, коротко, но емко. Сергей, в двух словах расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в компании «Газонформсервис» и какой опыт в направлении сетевой безопасности у тебя на сегодняшний день есть? Я занимаюсь развитием продуктов. В сетевой безопасности опыта порядка десяти лет. Сначала это было связано с решениями для физической охраны объектов, а теперь и для информационной безопасности. Сергей, спасибо. Павел. Я работаю в компании «Крок» уже больше десяти лет. Начинал как инженер, а сейчас являюсь руководителем проектов по информационной безопасности, то есть перед заказчиками отвечаю за конечное качество реализованных проектов, в том числе занимаюсь большим количеством проектов, связанных именно с сетевой безопасностью. С какого масштаба предприятия, компании вы считаете необходимо уже задуматься о вопросах автоматизации, анализа защищенности сетевого периметра и подумать о безопасности сети в целом? На мой взгляд, какой-то нижней границы нет, ведь даже если на предприятии используются десяток или несколько десятков единиц сетевого оборудования, от автоматизации процессов управления информационной безопасностью выиграют все, как обслуживающий персонал, администраторы, инженеры, так и собственники бизнеса. Самое мелкое предприятие в моей жизни, но так уж повелось, да, это моя семья. И поскольку я сейчас занимаюсь информационной безопасностью, не хочется остаться тем самым сапожником без сапог, поэтому я себе на домашние компьютеры поставил средства анализа защищенности, средства антивирусной защиты. Я даже знаю какое. Возможно. Я загадываюсь. И тем самым, на самом деле, очень удобно получается. Просканировал сеть, нашел уязвимости. Я-то понимаю, что если... А лицензию ты купил? Купил. На 2 единицы оборудования? До 2021 года на 3 единицы оборудования. И на самом деле, очень полезно, потому что я понимаю, что там, допустим, мы покупаем что-то в интернете, мы подключаемся к рабочей почте. И глупо оставлять дырявую ту же прошивку роутера, да, тем самым подставляя не только себя, свое, там, малое семейное предприятие, да, но и, возможно, свое, там, большое предприятие, да, своего работодателя, которого, там, ненароком могут взломать, там, через мой почтовый ящик. Я дополню Сергея и скажу с точки зрения законодательства. Если компания обрабатывает персональные данные, то она уже по умолчанию, неважно от количества сотрудников, должна использовать в том числе средства анализа защищенности. Если говорить о практической точке зрения, то если у компании есть внешний выход во внешнюю сеть, например, сеть интернет, то уже нужно обеспечивать свою безопасность и проводить периодический анализ защищенности. Если, допустим, в компании установлено всего около сотни единиц сетевого оборудования, а можно ли в этом случае специалистам по информационной безопасности обойтись ручным контролем вот всего этого? Вручную это делать долго и неэффективно, проще использовать средство, пусть оно будет недорогое, но оно будет автоматизированное. Просто сейчас на рынке существует, так сказать, на разный вкус и цвет продукты. Есть подороже по функциональному, есть попроще и подешевле, но все и дорогие и дешевые средства реализуют базовый функционал, поэтому в любом случае лучше использовать автоматизированные средства и сэкономить ресурсы инженеров. Павел, скажите, пожалуйста, вот когда вы приходите к вашему заказчику, видите оборудование, которое у него на сегодняшний момент используется и насколько оно, так сказать, дырявое по моменту вашего прихода. Ну, очень часто бывает так, что общаясь с заказчиком, он в разговоре говорит, ну, у нас все нормально, никаких утечек, взломов не было, как бы можно даже не смотреть. Ну, мы предлагаем просто ради эксперимента провести анализ защищенности, проверить все ли так. В итоге выясняется, что все абсолютно не так, скорее всего, просто заказчик не знал, что его взломали или его просто еще не взломали, потому что до него не дошла очередь. В общем, как правило, показывает, что и порты открытые, и очень много различных сервисов торчит наружу в сеть интернет. То есть, ну, достаточно одного сканирования в течение нескольких часов, чтобы показать заказчику, что зря он так спокойно живет и спит. То очень часто остаются какие-то не исключенные удаленные подключения, которые разрешили, а потом, допустим, забыли исключить. Или человек работал, использовал удаленный доступ для работы, потом его уволили, а доступ остался. И в течение нескольких лет он может существовать и являться каналом утечки, каналом компрометации потенциальной. Поэтому очень важно на периодической основе хотя бы раз в год, раз в два года такие анализы защищенности проводить. Коллеги, спасибо вам за ответы. Это был отличный старт, и я предлагаю уже приступить непосредственно к нашему погружению. Поехали! Прежде чем говорить о безопасности сетей сетевого оборудования, предлагаю начать с обсуждения самого этого оборудования. Очень интересно, на российском рынке есть ли какие-то достойные аналоги известных иностранных брендов? Павел, наверное, этот вопрос в первую очередь адресован тебе. Конечно, мне очень приятно на него даже ответить. Это в первую очередь Checkpoint, это компания Fortinet и компания Palo Alto. Вот такие три кита, на которых сейчас движется иностранный рынок, устройство сетевой безопасности. Если говорить об отечественных решениях, то здесь тоже можно сказать условно три кита, три сертифицированных основных решения. Это продукты компании Infotex, продукты Vitnet, это продукты Continent, компания Кодобезопасности и продукты Estera, собственно, одноименные компании Estera. В дополнение к тому, что уже озвучил Павел, могу отметить отечественных производителей оборудования Ltex, Factor TS с линейками Dionys и несколько других менее известных, но тем не менее очень высококачественных линейк от оборудования от нашего Питерского института сетевых технологий. Есть еще ряд других вендоров, но это не лидеры рынка, а скорее нишевые игроки. Ситуация на рынке такова, что отечественные компании становятся все более опытными, предоставляют все более качественное оборудование и, что немаловажно, сервис, потому что, согласись, если штука какая-то сломалась, здорово, когда ее можно быстро и без проблем починить. И наши отечественные компании делают упор, в том числе и на качество обслуживания такого оборудования. Сейчас у нас активно вступило в силу законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры, которая в свою очередь со своей стороны требует того, чтобы в том числе оборудование сетевой безопасности обеспечивалось локально на территории нашей страны, без необходимости привлечения каких-то иностранных компаний и представителей. Поэтому в том числе и в этой связи предполагается, что в ближайшее время будет активно развиваться отечественный бизнес в части решения сетевой безопасности и все больше компаний наших заказчиков и заказчиков других компаний будет приходить именно на отечественные решения. Павел, спасибо за такой объемный содержательный ответ. Сергей, тебе тоже. А как вы считаете, в каких именно функциональных возможностях все-таки наши разработки еще уступают своим иностранным аналогам? И в какой перспективе мы сможем вот эти вот небольшие нюансы функционирования наших продуктов преодолеть? Павел. Основное, наверное, что отличает наши продукты от зарубежных, это стабильность работы. К сожалению, показ со стабильностью у нас несколько хуже, чем у иностранных производителей. Но наши производители тоже стараются с каждым годом делать все более стабильные решения. Постепенно у них это получается. Но посмотрим, что в ближайшее время получится. И второй аспект – это функционал. Если говорить об иностранных решениях, то практически все основные из них перешли на так называемый NGFV, то есть межсетевые экраны следующего поколения. Они более функциональны, более надежны. Отечественные решения тоже стремятся, но пока выступают в роли догоняющих. Мы с друзьями обсуждали процессоры Эльбрус новые. Для них характерно то, что они выгодно отличаются от интеловских процессоров в том, что у них нет ряда уязвимостей, обнаруженных в последние годы. То есть у нас уже наши процессоры, хоть они пока менее технологически совершенны, но более безопасны. И в сетевом оборудовании, где не требуется колоссальная производительность, как в случае, например, центра обработки данных или какой-то системы для обработки больших данных или искусственного интеллекта, возможно, там именно и будет положительный опыт уже разработки оборудования на наших процессорах. Будем ждать, когда все-таки наши процессоры будут превосходить иностранные. Есть у меня такая интересная статистика. В 2017 году одна из известных нам компаний проводила тестирование, и это тестирование было посвящено анализу возможностей преодоления безопасности сетевого периметра. И что неутешительно, в 68% случаев вот этим нашим доброжелательным хакерам удалось этот периметр преодолеть. Как вы считаете, почему, имея такое количество разнообразных решений, все-таки у нас заказчик на сегодняшний день ограждает себя злоумышленника не кирпичной стеной, а каким-то таким дырявым заборчиком? Сереж, давай. Мало кто из заказчиков, и это отмечают такие лидеры отрасли, как Касперский, здраво подходят к теме комплексного обеспечения информационной безопасности. То есть зачастую заказчик говорит, а давайте попробуем сделать пентест. Заказывают эту услугу, белые хакеры его взламывают, он закрывает вот эту единственную брешь в этом заборе. То есть, грубо говоря, он ставит небольшой участок кирпичной стены, но оставляет весь бумажный забор по периметру снова. Правильней же будет сначала понять, что бумажный забор это не совсем то, что нужно, как в сказке про трех поросят. Да, и все-таки понять, как построить, пускай не кирпичный, но хотя бы современный металлический забор из сетки. Мне кажется, что во многих случаях действительно есть не дырявый забор, а есть такая конкретная капитальная стена. Просто многие администраторы, кто-то ключ забыл в двери, кто-то забыл дверь закрыть, кто-то приставил лесенку к этой стене высокой и забыл ее убрать. И в итоге всеми этими путями пользуются злоумышленники. То есть средства есть по сути, но средства либо не настроенные, либо с настроенным каким-то удаленным доступом и забытым. Сейчас наметился тренд, когда не просто люди сканируют и устраняют все подряд уязвимости, а они применяют эти уязвимости к неким векторам АКТАК. То есть сначала устраняются те уязвимости, которые, например, доступны из интернета, а уже потом устраняются все остальные. Таким образом, проставляя правильные приоритеты, компания исправляет все уязвимости и делает полноценный высокий забор без каких-то там лазеек и ступенек. Коллеги, спасибо вам, что вы прояснили для нас такую общую картинку. И теперь я предлагаю перейти к нашим фундаментальным вопросам по этому направлению. И давайте погружаться еще глубже в тему сетевой безопасности. Коллеги, многие эксперты у нас подходят к процессу обеспечения безопасности в виде такой методики люди технологии процесса. Хотелось услышать от вас, в каком приоритете вы бы расставили эти составляющие. Павел? Ну, честно говоря, я бы поставил на первое место новый компонент, которого нет в этой тряде, это бизнес. Если бизнес не слышит, если не уделяются деньги, то все остальные три компонента, они фактически до них просто не доходят дела. Если говорить об этих конкретно трех, то первое, очевидно, что это люди. Без людей и все остальное будет тоже бесполезно. Дальше идут средства. И на определенном уровне зрелости компании уже появляется процесс. Вот, наверное, в такой последовательности. Сергей? Я бы сказал, что это не линейное какое-то распределение, а скорее циклическое, потому что мы сначала описываем процессы информационной безопасности, потом мы распределяем по ним ресурсы, то бишь людей и технологии. После чего, в соответствии с циклом Шухарта-Деминга, мы можем сказать, что вот здесь вот нужно что-то улучшить, здесь что-то прибавить, здесь что-то убрать, потом снова проходит итерация, и мы снова понимаем, как дальше вот циклично наша безопасность будет развиваться. Были ли у в твоей практике примеры, когда происходил перекос в ту или иную сторону, это имело какие-то неблагоприятные последствия для заказчика? Да часто бывает так, что заказчик считает, что, например, люди важнее технологий и доверяют всецело своим сотрудникам. С одной стороны, это, разумеется, хорошо, но с другой стороны, сотрудники склонны иногда злоупотреблять этим доверием, и вместо современных технологий, которые призваны защитить от современных угроз, они пользуются тем, о чем слышали в годы своей студенческой юности, что может устареть уже настолько, что никак не отвечают на вызовы хакеров сегодня. Два основных перекоса – это когда компания затыкает дыры, не обращая внимания на процессы. То есть в какой-то момент вся безопасность компании строится на каких-то костыликах. Тут подставили, тут подставили, тут заболели, заболел еще и поставили. Процессы неустренные, и в какой-то момент наступает хаос. Никто не знает, за что кто отвечает. Никто не знает, что сейчас должно происходить, ну, в общем, и так далее. Такая действительно большая проблема, особенно для компаний, которые резко становятся крупными. И вторая проблема, когда у компании есть деньги, но она их, ну, не всегда правильно расходует на средства защиты. То есть средства защиты купили, вроде как бы все есть, должно работать, но этим всем занимается, например, один человек, которого просто не хватает на это все. Коллеги, а теперь хотелось бы поговорить немножко об отраслевой специфике. Есть ли вообще какие-то закономерности между предприятиями различных отраслей в подходах к обеспечению безопасности сети? И в чем эти отличия? Павел, давай с тебя начнем. Если говорить о сферах различных, то здесь я бы выделил две основных таких сферы. Это банки. Это, наверное, наиболее зарегулированная с точки зрения законодательства сфера. И вторая такая область сферы, выделяющаяся, это, наверное, промышленность. В промышленности есть производство. Производство не терпит там существенных задержек. Производство требует отдельного внимания и отдельных средств защиты. Все остальные сферы, они примерно похожи и могут защищаться примерно похожими средствами. Единственное, можно еще выделить отдельно топливно-энергетический комплекс, который в своей основе является либо государственными предприятиями, либо окологосударственными. И, соответственно, на них присутствует особый режим. Особое внимание уделяется безопасности и особые требования предъявляются к средствам защиты. Коллеги, спасибо вам за такую продуктивную беседу. Мы с вами погружаемся еще глубже. Нам есть куда стремиться, поэтому давайте двигаться дальше. Павел, расскажи, пожалуйста, с какими проблемами могут столкнуться специалисты, которые решили внедрить у себя средства автоматизации? Сложностей проблем может быть достаточно много. Я, наверное, выделю ключевые, на мой взгляд. Первое – это когда компания хочет сэкономить, то есть покупает дешевое средство, которое, допустим, формально закрывает требования, например, законодательства без персональных данных. Но когда дело доходит до дела, до сканирования, получается, что она умеет работать в одном режиме, из трех, которые необходимы. Умеет, например, только пентестить. Но не умеет проводить аудит и анализ конфига. Это первый момент. Второй момент – когда вроде и средство хорошее, и люди есть, но никто не знает, что делать с результатами аудита. Не выстроен процесс. То есть уязвимости найдены, но не настроена работа с людьми, ответственными за конкретные прикладные системы, в которых, собственно, эти уязвимости найдены. Это тоже достаточно большая проблема. Ну и третья проблема, то, что мы уже несколько раз говорили, это человеческий фактор, когда люди просто не умеют пользоваться средствами. Здесь, наверное, сложности именно в этом. Основные трудности, они как раз здесь, то, что у специалиста свое мнение, у директора направления или бизнеса свое мнение, и проблемы появляются там, где эти мнения расходятся. Давай сразу избавим наших зрителей от завышенных ожиданий. Если мы внедрили средство автоматизации анализа защищенности, то чего точно мы от него получить не сможем? Я бы тут вспомнил случай с нашим заказчиком, наверное, он типичный для нашего рынка. Когда к нам пришел заказчик и говорит, вот у нас все есть, но мы не знаем, насколько безопасно. Что нам нужно сделать? Мы говорим, ну, нужно купить сканер анализа защищенности. Хорошо. Купили, настроили, запустили. Заказчик возвращается и говорит, у меня теперь другая проблема. У меня сканер есть, я не знаю, что с результатами сканирования делать. То есть две проблемы. То сканера нет, то теперь ты знаешь, что с ним делать. Что не может сканер? Он не может решить проблему. Он может только подсветить, как доктор поставить диагноз, то есть подсветить болевые точки, а дальше уже сам заказчик, сами специалисты по информационной безопасности должны решать, что с этими выявленными болевыми точками делать. Я соглашусь с Павлом, не стоит ждать в этом средстве кнопки «Решить все мои проблемы». Потому что любое средство, оно все равно выдает некий набор рекомендаций. То есть это как рецепт. А дальше лекарства принимать или не принимать должен решать специалист. Одна из рекомендаций говорит отключить использование протокола SNMP. Но по этому протоколу, например, мониторится производительность сетевого оборудования. И отключив использование SNMP, мы закроем глаза на всю нашу сетевую инфраструктуру. Повысим ли мы ее безопасность при этом? Весьма условно, потому что теоретически ее будет невозможно взломать через SNMP, но практически мы даже не узнаем, что с ней случилось. Может быть, в СОДе произошел пожар, и он сгорел дотла. Вот поэтому кнопки «Решить все» такого, увы, не будет. Сереж, ну вот смотри, ты как специалист, ты себе внедрил средства автоматизации анализа конфигурационных файлов сетевого оборудования. Тебе теперь не нужно ручками сравнивать нынешние конфиги с эталонными. У тебя высвободилось уйма времени. На что бы ты его потратил и на что бы ты посоветовал обратить внимание специалистам, которые в такой ситуации оказались? Наверное, однозначно полезным будет потратить это время на образование. Паш, а твое мнение? Ну, если говорить о рабочих моментах, то я бы выстроил... В Тетрис бы не играл, в танчики. В Тетрис и в Косынку бы, наверное, не стал играть. Да, выстроил бы процесс устранения уязвимостей, чтобы найденные уязвимости дальше доходили до ответственных за конкретные информационные системы, устранялись. Ими я бы повторно запускал автоматизированный сканер защищенности, который показывал, что уязвимости устранены, либо не устранены. Ну, и дальше, при необходимости, запускался повторный процесс. Я со своей стороны бы на это все наблюдал бы, ну, и радовался или печалился, в зависимости от того, насколько быстро все это завершалось бы. Какие вы ответственные. Никто не сказал, я бы больше сидела в Фейсбуке или ВКонтакте, или играл в змейку на телефоне. Кстати, хорошая идея, будет больше времени для ведения блога. Вот, вот, вот. На Ютубе много полезных материалов. Коллеги, спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. У нас беседа получилась интересной, продуктивной, я надеюсь, познавательной для наших зрителей. И через несколько секунд предлагаю подытожить услышанное сегодня. Итак, мы выяснили сегодня, что рынок отечественного коммуникационного оборудования у нас находится на стадии лишь зарождения, формирования. При этом, с другой стороны, рынок средств анализа сетевой безопасности и обеспечения безопасности сети на сегодняшний день уже вступил в стадию зрелости. Причем спрос в таких решениях, он достаточно велик. А есть ли необходимость внедрять подобные решения вашей компании? Это зависит, конечно, в первую очередь от вашей отраслевой специфики, от размеров компании и, конечно же, от уровня зрелости специалистов вашей компании, в принципе, зрелости подхода к обеспечению информационной безопасности. Средства анализа защищенности и обеспечения безопасности сети, они не дадут нам какого-то универсального решения всех проблем, а лишь станут неким инструментом. Коллеги, в качестве итогов хотелось бы от вас услышать такую схему действий, как обеспечить безопасность корпоративной сетевой инфраструктуры. Пригласите специалистов, профессионалов в свое дело, которые смогут провести аудит, в том числе инструментальные, и показать, на каком уровне зрелости находится с точки зрения безопасности сети ваша организация. Дальше совместно с профессионалами вы сформируете дорожную карту в виде отдельных проектов, взаимоувязанных между собой как по времени, так и в последовательности. И далее нужно двигаться по этой карте, которая, как правило, составляется на 3-5 лет. И в завершение вы уже получите достаточно зрелую с точки зрения безопасности свою сеть и в целом инфраструктуру. Сергей, какие у тебя 3 правила безопасности сети? Я бы начал немножко раньше и сказал, что первый шаг – это определить, какие бизнес-процессы опираются на то или иное сетевое оборудование. Тогда мы поймем, что нужно защищать в первую очередь. Потом соглашусь с Павлом абсолютно полностью пригласить специалистов, провести аудит и составить некий перечень рекомендаций по повышению информационной безопасности. И, наконец, помнить о том, что безопасность, как мы уже говорили, это не состояние, а процесс. И получается, что третий шаг мы будем делать постоянно, возвращаясь к регулярной оценке защищенности сети, повышению устойчивости бизнес-процессов и как цели к повышению устойчивости и производительности бизнеса. Коллеги, спасибо вам. Я боюсь, что воздуха нам на дальнейшее погружение уже не хватит, поэтому предлагаю завершать тему анализа защищенности сетевого оборудования и обеспечения безопасности сети. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. А я рада буду вас видеть в следующих выпусках нашей передачи «Погружение в информационную безопасность». Ведь на дне скрывается еще очень много интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на Бестивень, скучайте. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»